здравствуйте наши ученики вас приветствуют владимир и елена ильичевы художники из одессы продолжаем леонардовские игры посмотрите какая замечательная рыба но это может быть не просто рыба это может быть рыба с хвостом собаки видите она с ножками хвост собаки задняя часть собаки а вот можно вместо головы рыбы приставить ей голову верблюда и будет такой чешуйчатый верблюд а задняя часть у него собаки и так приступаем сегодня наш мастер-класс называется свет побеждает и выигрывает мы все с вами любим и шарики и квадратики давайте вот шарик просто обычную пробочку вот так взяли вот и давайте еще один и вот начнем с того что мы этот шарик вставим в квадратик легко и просто как учил нас леонардо даже без линейки можно смотрите кто такой квадратик да у кого четыре стороны равны и как нам сейчас фломастера не хватает надо было взять фломастер ну ладно смотрите и второй шарик мы запаковываем в топ в такой квадратик и вот давайте мы подумаем что можно сделать если мы хотим чтобы свет победил допустим у нас шарик остается территории света значит территории тьмы и территорией темноты мы делаем окружение шарика и вот так берем и закрашиваем никуда не торопимся знаете как это хорошо сидеть и фломастер чекам тоненьким или капиллярной ручкой и даже смотрите в разные стороны можно вот так закрашивать территорию которая называется какое пространство вова негативно негативное пространство но негативная да ну не находится на территории света негатив это темнота да вот мы ее и раскрашиваем эту территорию и смотрите вот так вот да конечно было бы лучше толстеньким фломастер чекам но тоненьким вы научитесь смотрите что делать штриховать штриховать в разных направлений цах и вот можно и так и что нам леонардо да винчи говорил ваша рука должна быть вам послушна прям закрашиваем сидим медитируем находимся в состоянии благодати и вот закрашиваем вот такими вот полосочками эти можно в разных направлений цах и чем больше мы разливаем темноты тем больше сияет наш свет представьте себе что это луна до полнолуния а небо темное и нам днем луна не видно она нам видно тогда когда ночь на земле когда нет солнца ведь днем она тоже есть на небе нам видно на темном небе понимаете ночью и вот мы допустим закрасили это я быстро сделала но можно очень медленно пройтись и вот эти все просветы по убирать вот посмотрите что происходит до светлая территория окружена темной территории но она светит изнутри себя значит свет свет все равно побеждает вспоминаем как мы ночью выходим на улицу и луна нам показывает дорогу как лучше пройти чтобы не заблудиться так теперь идем на следующий шарик и на следующий квадратик когда свет уже не только побеждает но и выигрывает вот смотрите допустим у нас теперь шарик темный да а все что окружает этот шарик это светлая территория у допустим есть какой-то злой человек рядом с вами да вот бывает да тут а в садике в школе какие-то мальчишки которые хотят там бить камнями или еще какие-то злые люди и и их немного их раз-два и обчелся а вы все добрые вы все хорошие вы все уважаете и любите друг друга вы все дарите друг другу подарочки вы все обнимаетесь целуетесь и конечно же этот злой человек в окружении светлых людей вот это мы да давайте даже нарисуем вот это мы хорошие мальчишки девчонки которые составляют большую часть населения земли большую большую и вот смотрите это злой да человек в окружении светлых и добрых людей тоже начинает добреть и тоже начинает размягчаться его сердце и он начинает тоже быть добрым то есть в окружении света тьма не имеет никакого значения значит что делаем увеличиваем свет любви в своем сердце и и